Поддельные интернет-магазины Поддельные интернет-магазины — еще один популярный вид мошенничества. Некоторые маскируются под известные сайты, другие создаются с нуля. Как правило, это все сайты-однодневки. Схема работы у них примерно одинаковая. Быстро собрать как можно больше денег и тут же закрыться. Один из последних хитов — мошеннические сайты по продаже авиабилетов. Цены на перелеты у них гораздо выгоднее, чем у конкурентов. Дизайн страниц может быть вполне аккуратным, оплата происходит как обычно. На почту даже присылают электронный билет, но он не настоящий, о чем многие путешественники узнают только в аэропорту. А обращаться им уже некуда. К моменту вылета от сайта продавца не остается и следа. Скидки и заманчивые предложения — вообще частая уловка среди мошенников. По бросовым ценам могут продавать все, что угодно, от телефона до мотоцикла. Причем не только в магазине, но и в группе в соцсети и по электронной почте. У скидки может быть правдоподобное объяснение — подарили, не подошло, распродаем конфискованный на границе товар и так далее. Заплатить просят переводом денег на карту, электронный кошелек или телефон. Не доверяйте таким предложениям. Перед покупкой поищите в интернете отзывы о магазине или о частном продавце. Если отзывов не нашлось или нашлись только жалобы, это подозрительно. Обращайте внимание, кому именно вы платите. Приличный интернет-магазин, к примеру, не станет просить вас переводить деньги на карточку или электронный кошелек. Они обычно принадлежат физическому лицу, а нормальные магазины зарегистрированы как юридические лица. Если вы имеете дело с отдельным человеком, частным продавцом, полезно набрать номер его карточки или электронного кошелька в поиске. Вдруг они уже светились в мошеннических историях. Будьте внимательны и в тех интернет-магазинах, которые вы давно знаете. Опасность может поджидать вас при переходе на страницу оплаты. Некоторые вирусы умеют в этот момент перекидывать покупателя на поддельный сайт. Заметить это помогают предупреждения браузера. Если он пишет, что страница заражена, лучше ее закрыть и вернуться в магазин позже, когда все снова будет в порядке. Ведь даже известные сайты могут иногда заболеть. И не забывайте проверять адрес страницы. Как мы уже обсуждали, в адресах сайтов подделок бывают опечатки и лишние символы, зато букв HTPPS там нет. То есть данные передаются в незашифрованном виде. Помимо паролей или денег, онлайн-аферисты выманивают еще и телефонные номера, чтобы потом незаметно списывать с них средства. Но об этом в следующем уроке.